Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве и, в частности, о Священном Писании Библии. В прошлой публикации мы закончили разбирать первое послание апостола Петра и переходим ко второму. Как я уже отмечала, если относительно первого послания нет сомнений в авторстве Петра, то второе – объект для споров. Наиболее вероятной представляется версия, что написано оно было уже после смерти апостола, а имя его в первых стихах поставили для придания большего авторитета. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Второе послание Петра 1.1.2. Тем не менее, что бы там ни думали ученые, второе послание является каноническим и приписывается Петру. Оно, как и первое, считается соборным, то есть предназначенным для всех христиан. В третьем и четвертом стихах Петр говорит, что Бог дал все, что надо для жизни и благочестия. Человеку же нужно стать частью божественного, а для этого отвернуться от мирской похоти. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Второе послание Петра 1.3.4. Сделать это не так просто. Нужно приложить старания. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Второе послание Петра 1.5.7. Все это нужно, чтобы открылся свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра 1.11. Кто же этого не делает, тот слеп и забыл, что нужно очищаться от своих прежних грехов. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Второе послание Петра 1.13.14. Комментаторы уверяют, что дело происходило в тюрьме в Риме, хотя, как я уже рассказывала в предыдущем видео, никаких доказательств пребывания Петра в этом городе нет, в том числе и в данном тексте. Апостол советует христианам запомнить его слова, поскольку он не какие-то басни рассказывает, а факты, которым был очевидцем, когда Иисус принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принёсся к нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором моё благоволение». Второе послание Петра 1.17. Заметьте, апостол снова чётко разделяет Бога Отца и Христа. Пётр напоминает, что есть пророческие предсказания о пришествии Спасителя, а пророки сами по себе не говорят, а только движимые Святым Духом. В начале 2 главы Пётр рассказывает, что были лжепророки, будут лжеучителя, но всех их ждёт суд и погибель. Ведь Бог не пожалел ангелов, которые согрешили, и отправил их в адский мрак. Что уж говорить о людях. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Второе послание Петра 2.4. Хочу обратить ваше внимание, что здесь апостол не даёт объяснения, кто такие ангелы согрешившие. Первое, что приходит в голову, это сатана и его свита. Но не спешите радоваться. Во-первых, как мы с вами выяснили ранее, сатану или дьявола нигде не называют ангелом, тем более согрешившим ангелом. Во-вторых, в Евангелии от Матфея в 25 главе стих 41 упоминаются дьявол и ангелы его, но нигде не говорится, что они согрешили. Потому мы не можем утверждать, что в этих двух местах речь об одних и тех же персонажах. Кроме того, в христианской традиции принято считать, что падшие согрешившие ангелы мучаются в аду. А в данной цитате речь лишь о том, что их охраняют до суда, так как блюсти значит беречь охранять. Но давайте вернемся к тексту Петра, где он продолжает нагнетать обстановку. Напоминаем, что во время потопа погибли все грешники, кроме восьми праведников. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Второе послание Петра 2.5 Ну, потом, правда, оказалось, что один из сыновей хам как-то не очень праведен, и папа его проклял. Еще апостол вспоминает, что из Содома и Гаморы спасся лишь праведный лот. И если города Содомские и Гаморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Второе послание Петра 2.6.8 Но забывает добавить, что с ним были две его дочери, которые потом пару раз напоили папу до беспамятства и зачали от него сыновей, ставших основателями целых народов. Петр сообщает, что Господь знает, как спасти праведников от искушения, а грешников хранить до дня наказания. Мне всегда было интересно, почему сразу не наказывать? Среди всех неправедных, самыми ужасными апостол считает тех, которые идут вслед скверхных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Второе послание Петра 2.10. Если это описание грешников, то, вероятно, взяв антонимы, мы получим образец праведника. Тот, кто идет вслед полезных похотей плоти, это и нормально, иначе как размножаться, а также раболепствует перед начальством, труслив, угодлив, покорен указанием высших. По мнению Петра, грешники – животные, которых ведет природа. Они богаты, обманщики и любят пиры. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Соромники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. «Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». Второе послание Петра 2, 12-14. «В будущем их ждет брак вечной тьмы». Второе послание Петра 2, 17. В начале третьей главы Петр напоминает, что пишут уже второе послание. «Предупреждает, что в будущем явятся люди, которые будут злословить и говорить, что с момента пришествия Иисуса ничего не изменилось и последние дни не настали. Но христиане должны знать, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Второе послание Петра 3, 8. Подождите, но ведь Христос говорил своим последователям, что они лично дождутся конца света. Так у Матфея сказано «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем». Матфея 16, 28. «У Марка и сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие, пришедшее в силе». Марк 9, 1. «И у Луки, говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие». Лука 9, 27. «Но ведь их день – это не тысяча лет, а тысячу лет ни один из них не прожил, тем более две». Петр уверен, что все дело в долготерпении Бога, который дает время всем прийти к покаянию. Так что же получается? Нам снова предлагается поверить, что всемогущий и всеведущий Господь передумал. Однако конец света, по мнению апостола, неминуемо наступит. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят». Второе послание Петра 3, 14. «Всем же ждущим этого события и желающим его наступления нужно обязательно подготовиться. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подсчитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. Второе послание Петра 3, 14. Заканчивается глава и все второе послание Петра упоминанием апостола Павла, который тоже написал послание. И финальным пожеланием. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь». Второе послание Петра 3, 17-18. Мы же с вами в следующей публикации пойдем дальше по оглавлению Библии и нас ждет послание от Иоанна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok